Итак, еще раз всем добрый вечер. У нас подключилось больше ста человек, что очень приятно, причем из разных городов нашей огромной России. Меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Чуть попозже мы с вами познакомимся с кем не знакомы. И сегодня у нас, наверное, одна из интересных тем работы в Excel – это написание сложных формул. Мы рассмотрим с вами три способа. Поговорим о том, как правильно с ними работать. Ну, а дальше уже выбирать вам. Но немножко организационных моментов. Про микрофончики мы с вами проговорили. Запись будет. Занимаемся мы с вами сегодня. То есть мастер-класс проходит примерно 45 минут. Ну, посмотрим, может быть, там плюс минут пять. Задержимся в зависимости от того, как успеем посмотреть наши задачки. Итак, немного о себе. Ох, как интересно. Ладно, важно. Меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Многие, мы сегодня уже посмотрели, со мной знакомы. Кто-то слушал мои семинары, кто-то был у меня на курсах. Я по специальности учитель математики и информатики закончила в 95-м году. Конечно, в самом начале внедрения компьютеров в школы работала я 18 лет в школе. Затем уже почти 13, ну, осенью этого года 13 лет будет, как работаю преподавателем пользовательских курсов в центре специалистов. Кроме этого, с 2018 года время от времени пишу статьи в журнал «Справочник секретаря и офис-менеджера». Опять же, по курсам или по программам Word, Excel и PowerPoint. В том числе являюсь автором курсов по Word, первого и второго уровня, в нашем специалисте. Сегодняшний мастер-класс, он затрагивает немножко темы нашего курса, сертифицированного в Microsoft Excel, уровень 2, расширенные возможности. Ну, если интересно, ближайшие группы у меня стартуют 8 и 19 июля. Так, микрофончики, пожалуйста. Центр специалистов очень известен в России и за рубежом. Мы уже 30 лет в этом году будем отмечать более миллиона выпускников, более тысячи курсов. Те преподаватели, сертифицированные тренеры и эксперты в своем направлении. Поэтому наш центр дает гарантии обучения, при обучении, качество, результат, сохранение средств организации, если это корпоративные слушатели. Вот, гарантированное расписание, которое у нас обычно на год формируется. То есть вот сейчас уже формируется расписание на следующий год. И, соответственно, плановые группы у нас почти никогда не снимаются, но очень редко бывает. Итак, тема нашего мастер-класса «Три способа создания сложных формул». Мы поговорим о том, что такое сложная формула и как к этим формулам подцепиться, то есть как их начать писать. Есть три стандартных способа. Конечно, они называются по-разному. Мне интересны названия многих веществ, вернее, элементов, которые очень легко запоминаются. Поэтому я называю эти методы «Собери пазл, снежный ком» или вот недавно пришло название «Оберни конфетку». Многие слушатели, кто у меня на втором уровне был, про это помнят и, соответственно, понимают, о чем идет речь. Ну и написание формулы от начала и до конца – это метод цепочка. Итак, что же такая сложная формула? Но я считаю сложной формулой – это формулу, в которой присутствует несколько функций и которые решают достаточно интересные задачи. Вопрос к вам. Какую самую длинную формулу вам приходилось писать? Может быть, сколько функций вложенных в одной формуле? Или, как говорят, многоэтажность в два, в три, в четыре этажа? Кто смелый, напишите, пожалуйста, в чате. 12, если подряд, три этажа. Максимум по пользе функция «Если и про ВПР не знали». Здорово. На две строки. Так, двухэтажные, трехэтажные, семиэтажные. Около 20 этажей. Андрей, ну, вы, наверное, переплюнули меня. Так, три-четыре, формула массива, восемь этажей, 20, если плюс ВПР или… О, круто. Фото вложить было бы интересно посмотреть. Только я не знаю, можно ли сюда вложить фотографию. Вот. Можете на почту прислать. Круто. Моя, наверное, самая большая формула, но в течение последних пяти лет, она выглядела вот таким вот образом. Ну, я посчитала, по-моему, у меня здесь 14 этажей получилось. Поэтому, у кого там было 20 с плюсом, вы меня точно перебили. Похоже на моё шедевр. Да, формула была очень интересная, сложная. Один из бывших слушателей обратился ко мне и попросил, чтобы мы вот как-то унифицировали его расчёты, откуда-то чего-то там подтягивали. Вот. Ну, естественно, такие формулы мы здесь писать не будем. Но процесс написания похожих формул мы с вами сейчас разберём. Итак, я прерываю презентацию. И мы отправляемся с вами в Excel. И первая задача будет следующая. Есть некоторые данные по сотрудникам, и у них есть у каждого номер телефона. А задача будет такой. Рядышком, вот здесь, в этой колонке, мне нужно будет написать, какой оператор связи у наших сотрудников. Возможно, там какие-то доплаты будут, может быть, ещё что-то. В общем, это нужно будет сделать. Ну и многие из вас слышали про некую функцию ВПР. ВПР или вертикальный просмотр позволяет из одной таблицы в другую таблицу подтягивать некие данные по уникальному критерию. Таблица, куда мы тянем данные, это данная табличка. Вот. И, соответственно, откуда мы будем тянуть, это таблица оператора связи. Что мы видим? Мы видим, что в источнике оператора можно узнать по некоему коду. Код, который есть в номере телефона, и он у нас находится внутри скобок. Мы сейчас с вами рассмотрим способ, который называется, у меня называется пазл. Пазл – это некие заготовочки, из которых потом склеивается единая картинка. Ну, мы с вами все знаем значимость этого слова. Так вот. Каким образом будет происходить этот сбор картинки? Ну, во-первых, нам нужно будет узнать по номеру телефона код оператора. В номере телефона все коды находятся внутри скобок. Что еще важно? Важно, что это всегда три цифры, и они занимают определенное одинаковое местоположение. В Excel уровня 2 мы рассматриваем некоторые текстовые функции, одна из которых может подтянуть данные, которые находятся слева, в начале строки, справа. Это вот левые и правые символы. Есть функция, которая тянет данные с определенного места, в определенном количестве символов, посерединке. В английской версии эта функция называется mid, слово middle. В русском языке, вернее, в русском Excel эта функция называется PSTR. Такой привет от программистов-переводчиков. PSTR в понятии программистов – это под строка или часть строки. Итак, что у нас получается? Функция PSTR имеет три аргумента. Первый аргумент – это текст, откуда мы берем данные, это, естественно, номер телефона. Второй аргумент называется начальная позиция. С какого символа начинается нужная нам строка или часть строки? Ну, считаем. Плюс, семь, пробел, скобка. И пятый символ – это начало нашего кода. Поэтому, начиная с пятого символа, и всего их, как мы уже сказали, одинаковое количество – три. И, соответственно, мы получаем нужные значения. Вот это код, по которому из таблицы оператор связи мы должны подтянуть данные. Для облегчения работы с функцией WPR мы сделаем сейчас следующее. Вот этот источник мы проименуем. Есть такое понятие в Excel, как пользовательское имя. Ячейки или диапазоны в нашем случае – это диапазон. Поэтому я делаю следующее. Я через сочетание клавиш Ctrl-A или Ctrl-A выделяю весь диапазон исходных данных. И в поле имя, где у меня сейчас стоит имя системной активной ячейки, я пишу название. Я напишу одно слово «связь». Кстати, про имена мы на курсах рассматриваем эту тему на первом уровне Excel, но чуть-чуть некоторые преподаватели хватают во втором и в третьем. Итак, что я получила? Я получила, что у меня сейчас есть некая системная, вернее, пользовательская имя-связь. Если я его выберу в поле имя, я попаду как раз вот на эту таблицу. Чем хорошо использование имен? Тем, что мне не нужно будет заходить на этот лист, выделять диапазон и нажимать на клавишу F4, чтобы делать фиксированную ссылку. Поэтому теперь формула. Формула у меня будет выглядеть каким образом? Давайте я напишу, что это оператор связи. Функция VPR или VLOOKUP в английской версии. Она по определенному критерию, а это у нас будет код оператора. В таблице источника, которую я назвала связь, берет данные из указанного номера столбца. Если вспомните, у нас в первом столбце код, во втором – оператор, и, соответственно, нам нужны будут данные второго столбика. Поэтому я ставлю 2. Есть еще один аргумент у этой функции, который называется интервальный просмотр. Другими словами, как точно нам нужно будет найти вот этот код в первом столбце той исходной таблицы? Есть два варианта – истина или ложь. Нам нужно точное совпадение, потому что числовые значения, вот считайте, что если 903, оно может находиться между 902 и 906, например, и при отсутствии единица будет или истина, будет нам давать неправильные данные. Поэтому мы ставим 0 или ложь. Завершаем. И сейчас, скорее всего, у нас будет одна неприятность. Неприятность, которая говорит о том, что данных по этим кодам мы не нашли. Что же произошло? Произошло следующее. Функция PSTR, которую мы используем для того, чтобы узнать код, она текстовая. И почти все текстовые функции нам в ответе дают текстовую информацию. А в таблице оператор связи, код оператора, если посмотрите, у нас отсутствует принудительное выравнивание по правому краю. И так как Excel сам эти данные увел в правую сторону, значит это для Excel число. И что у нас получается? Мы по текстовому ищем числовое значение. В общем, идет несовпадение в типе данных, поэтому Excel отказывается это сделать. Что же нам с вами нужно предусмотреть? Нам нужно сделать так, чтобы код, который мы вычислили, стал числовым значением. Я не буду сейчас все способы проговаривать. Да, совершенно верно, Андрей. Можно применить функцию, которая называется значен перед PSTR, то есть как бы обернуть конфетку или снежный ком. Но мы с вами сделаем по-другому. Мы просто умножим полученный результат на единичку. Это один из способов, который также может превратить текстовое значение в числовое. И смотрите, сразу же по коду 903 получается у нас с вами Beeline. Итак, что у нас получилось? У нас получилось, что мы в два шага решили задачу. Но если мне вот этот столбец код в принципе не интересен, мне нужно сразу по телефону получить оператора. Вот как раз здесь мы и используем способ, который называется собери пазл. То есть у нас есть промежуточные какие-то результаты, у нас есть конечный вариант. И мы должны из промежуточных результатов собрать готовую формулу, чтобы потом можно было этот столбец удалить. Итак, что мы видим в нашей функции ВПР? Мы с вами смотрим на ячейку L2. А там у нас формула, которая из номера телефона тянет код. Поэтому мы идем в ячейку L2. И теперь вот эту функцию PSTR умноженной на единицу нам нужно скопировать. Что интересного, я думаю, что все вы сталкивались с тем, что нам нельзя сейчас копировать ячейку, потому что ячейку внутрь формулы вставить невозможно. Можно вставить только текст формулы. Соответственно, мы идем в ячейку L2. И то, что написано в строке формул без знака равно, мы копируем. И здесь появляется еще одна проблема. Если после копирования я просто щелкну в ячейку M2, я фактически порушу вот эту формулу с кодом. Поэтому правильные наши действия. Те, кто никогда этого не делал, обязательно запоминайте. То есть мы идем в строку формул, выделяем формулу без знака равно, копируем. Я копирую через CTRL-C. И обязательно из этой ячейки нужно аккуратно уйти. Кто-то нажимает на Enter. Мне привычнее нажать на клавишу Escape. Такой аккуратный выход из нашей формулы. Ну и остается в ячейку M2 встать. Кто-то выделяет L2, кто-то сначала удаляет и курсор ставит. Итак, вместо вот этой L2 нам нужно вставить то, что было в ней. И завершить формулу, скопировать ее на оставшийся диапазон. Результаты будут теми же самыми, но теперь колонку L можно удалить. Давайте так, я удалю, потом ее верну. Так, удалить. И, соответственно, мы видим сейчас... Да, да, совершенно верно. Оксана ставит через CTRL-V. Ну или кто-то правой кнопкой мыши вставляет, это тоже может сработать. Вот. Теперь мы видим, что наша формула опирается на столбик К, номер телефона, и таблицу связи. Я через CTRL-Z возвращаю предыдущий столбец. Вдруг кому-то понадобится... Да, я не сказала, что файл с решенными результатами... Ну, вернее, говорила, но не под запись. Я выложу потом в Яндекс.Диск и в конце вам в чатки, ну, ссылочку на этот файлик. Если кому-то нужно будет и не получится скопировать, можно будет обратиться ко мне по почте, и, соответственно, я вам вышлю. Итак, собери пазл. Фактически это метод, который... На что завязывается? Мы пошагово решаем какую-то задачу и потом промежуточные вычисления убираем, предварительно скопировав часть формулы из наших промежуточных вычислений. Вот это была первая часть, первый способ. Теперь идем дальше. Дальше у нас с вами способ, который называется... Ну, у меня называется снежный ком или оберни конфетку. То есть мы делаем какое-то решение, потом на него смотрим и дорабатываем чаще всего снаружи какими-то дополнительными функциями. Чаще всего это функция округления полученных результатов или, кстати, к нашей функции ВПР дописать можно было функцию, если ошибка на всякий случай, но у нас таких ситуаций нет, поэтому мы на нее не обратили внимание. Вот функция значен, которую вот Андрей нам напомнил для того, чтобы текстовое значение преобразовать в числовое, но и что-то подобное. Так вот, что у нас сейчас будет за задача? У нас есть колонка, которая называется почтовый адрес, где у нас есть номер, вернее название города и, соответственно, тот адрес, который нам нужно будет получить. Значит, задача, не прибегая к инструменту, который называется текст по столцам, нужно разбить вот эту колоночку на две части. В одной колонке сделать вывод, город, то есть нам нужно будет написать город, ну а дальше написать адрес. Значит, что у нас с городом? Ну, во-первых, города разные, разной длины, но у нас есть некий символ, которым заканчивается название города. Это запятая, то есть до запятой город, после запятой и пробелы идет некий адрес. Так вот, что у нас получается? Можно, конечно, было эту формулу написать как бы цепочкой, то есть от начала до конца, но мы это будем делать пошагово. Итак, сначала мне нужно определить, а под каким номером стоит наша запятая. Также в текстовой категории есть функция, которая называется найти. И звучит она так. Что мы ищем, где ищем и с какой позиции. Да, здорово, Мария. Значит, мы будем искать запятую. Напоминаю для большинства знакомую информацию, что текстовые аргументы, которые мы пишем вручную, или текстовые константы, всегда формулы пишутся в кавычках, поэтому кавычка, запятая кавычка – это наш искомый текст. Затем, в каком тексте просматриваемый текст? Мы будем искать это все в ячейке слева, в ячейке С2. Ну и дальше у нас идет начальная позиция. На всякий случай напоминаю, что если в описании наш аргумент ставится в квадратные скобки, что у нас есть в начальной позиции, это необязательный аргумент. И в данном случае мы его не пишем, если значение равно единице. Ну, то есть мы с первого символа начинаем просмотр. Поэтому я сейчас этот аргумент писать не буду, просто закрываю скобочку. И получаю номер нашей запятой. Теперь мы должны с вами понимать, что мы для того, чтобы потянуть Москву, должны взять не 7, а 6 символов. То есть сама запятая нам не нужна. Поэтому я возвращаюсь в формулу, дописываю минус единица, то есть говорю о том, что единичка у нас лишний символ. И вот сейчас мы узнаем, сколько символов слева нужно из этой ячейки потянуть. Соответственно, количество символов. Ну, а теперь смотрите, что важно. Мы должны взять из вот этой ячейки вот это количество символов слева. Значит, мы должны использовать функцию левсимф. И в данном случае я не буду писать эту функцию в соседнем столбце, чтобы потом скопировать вот эту частичку, предыдущий способ. Я просто вот здесь до функции найти или перед функцией найти допишу новую функцию, которая будет использовать вот этот результат в качестве своего аргумента. И вот здесь как раз получается та картинка, которая называется либо снежный ком, то есть мы наращиваем нашу формулу новыми функциями, либо вот оберни конфетку. Итак, функция найти будет являться аргументом новой функции. Поэтому иду в первую ячейку, курсорчик аккуратненько после равно. Кстати, можно спокойно использовать клавишу F2, чтобы войти в ячейку, не снимая выделения. Ну и потом клавишами лево-право дойти до нужного места. В общем, здесь кому как удобнее. Итак, функция левый символ или left в английской версии. Два аргумента. Первый аргумент текста, откуда мы будем брать данные. Галина, F2, клавиша F2 функциональная. Значит, мы идем в ячейку C2, ставим точку с запятой. И второй аргумент – это количество знаков. Количество знаков – это то значение, которое мы посчитали с помощью функции найти. Ну и, соответственно, осталось закрыть в конце скобочку и завершить нашу формулу. Вот таким образом мы с вами получили название города. Что же касается адреса. Здесь немножко будет посложнее. Ну, во-первых, опять же, мы будем тянуть данные теперь уже не слева, а справа. То есть вот у нас, опять же, ячейка. Нам нужно взять вот эти символы. С правой стороны пойдет отчет. За исключением города, запятой и пробелом. И многие знают, что есть функция прав симв, которая берет определенное количество из указанной чеки символов справа. Но опять стоит вопрос, а сколько? И снова мы пойдем делать расчет. Значит, первое. Та же самая функция найти. То есть у нас, опять же, запятая будет являться как бы точкой отчета. Поэтому найдем запятую в кавычках в ячейке С2. С ПСТРом, да, в принципе, и с ПСТРом можно, фактически там получится то же самое. Сейчас вы увидите. Функция прав симв здесь даже быстрее будет. Итак, смотрите. Запятая у нас седьмой символ. Нам нужно справа отчитать. Ну и вот какая математическая вещь. Да, про текст по стопцам мы вначале тоже проговорили. Итак, смотрите. Допустим. Допустим, у нас в этой ячейке 20 символов. Я не считала, но так на всякий случай. 20 символов. И нам нужно взять все, что находится после запятой. Запятая под номером 7. Плюс один символ – это пробел. То есть если у нас с вами 8 символов слева лишние, значит справа нам остается взять 20 минус 8, 12 символов. Вот эта математическая подоплека нам поможет с вами быстро сейчас решить, сколько символов нам придется взять. Итак, первое, что мы делаем, мы к семерке прибавляем единицу. То есть говорим о том, что пробел нам тоже будет не нужен. Теперь, вот по поводу функции PSTR. Мы бы с вами сказали, PSTR возьмем из данной ячейки все, что находится с 9 символа до конца. И вопрос, а сколько там? А там количество символов разное. Вот. Проще нам нужно, нам нужно будет сделать так. Нам можно будет узнать, сколько всего символов. Сколько всего символов. И вот эти 8, 6, 7 и так далее отнять. Поэтому мы снова идем в начало и добавляем к нашей формуле еще одну функцию. Запоминайте, кто не знал, функция вам при работе с текстами часто будет нужна. Есть такая функция, которая называется DLSTR или LEN в английской версии. Длина строки. То есть количество символов в ячейке. Итак, длина строки. Нужно указать просто текст в ячейку. Итак, к примеру, вот этот DLSTR нам посчитает 20 символов. Из 20 нам нужно будет отнять вот те 8, которые мы там лишними посчитали. И посмотрите. Так, сейчас секундочку. Что это нам говорит? А, ну да. Давайте на всякий случай я, чтобы не было сомнений, покажу вам, что в этой строке на самом деле было 31 символ минус 8. Вот с минусом 8 надо будет подумать. Я имею в виду вот про эту единицу. Нам нужно будет, скорее всего, делать вот так. В скобочках взять или минус поставить. Да, 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 да. Совершенно верно. Минус 1. Все совершенно верно. Очень внимательные вы у меня сегодня. Да, скобки можете поставить. Итак, видите, как математика нам с вами помогает. Остается снежным комом снаружи дописать функцию, которая будет брать указанное или расчетное количество правых символов из ячейки C2. Итак, прав сим в C2, точка запятой. И дальше у нас идет количество символов, которые мы только что просчитали. Ну, я надеюсь, у нас не было никаких погрешностей. Ну, вот, все совершенно верно. Единственное, смотрите, по поводу улицы операторов, вот здесь вот, авиаторов вернее, и вот здесь вот Алексеевская, такое ощущение, что здесь стоит лишний пробельчик. Давайте-ка посмотрим ячейку. Так, раз, два, да, вот здесь два пробела. И что мы еще должны сделать? Мы должны убрать эти лишние пробелы. Вспоминайте, функция, которая убирает пробелы, функция SG пробел. Татьяна, отлично. И опять же снежный ком. То есть мы полученный результат дорабатываем новой функцией. И снова встаем. Начало формулы, после равно. Вводим нужную функцию с микрофончиками, там, пожалуйста, посмотрите. SG пробелы. Ну и дальше все, что мы получили, просто обрамляем скобочками. И так, значит, помните, да, у нас вот эта вот ячейка, как минимум, была проблемная. Так, и чего она у нас дает? Вот, так, 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 нехорошо. Почему-то пробел не убрался. Ну, значит, значит, давайте я не буду доделывать эту, или доделаем. Да, сначала сжать пробелы, потом уже посчитать. Но фактически, фактически тогда же пробелы нам нужно будет указать вот здесь, вот здесь и вот здесь. Чтобы у нас было правильное решение. Ну, в принципе, мне это не сложно. Давайте я все-таки доделаю правильно, чтобы было. Но мы должны с вами понимать, что, конечно, надо бы это было делать в отдельной. С другой стороны, мы не можем это в отдельную колонку сделать, поэтому будем нарушать формулу. Итак, сж-пробелы, сж-пробелы. Я надеюсь, вы понимаете, почему везде вставляем, иначе у нас количество символов будет не совпадать. Так, сж-пробелы, так, длина строки, сж-пробелы. Ага, убираем одну. Так, сж-пробелы. Сейчас, секундочку, нужно подумать, сколько скобок. Да, вот здесь надо будет скобку закрыть. Ага. Минус найти. Вот сюда еще раз сж-пробелы, скобочку. Так, так. Так, найти. Скобку закрыть. Плюс единицу. Скобка. Так, так, так. И сейчас смотрим, где еще мы не закрыли скобки. Итак, правый символ. Сжатая чейка С2. Длина строки. Сж-пробелы С2. Минус. Найти. Так, запятую. Так, так. Ага. Найти. Закрыли. Плюс один. Скобочки закрыли. Наверное, вот эта скобка будет лишней. Ну, ага. Не поругался. Так. И все равно. Интересно. Очень интересно. Ну-ка, реально. Вот здесь. Реально. Так. На такую проблему я еще не попадала. Вроде бы все. Все ушли. Убрали пробелы. Убрали пробелы. Да. Конечно. Лучше бы в начале, конечно, разобраться. Единственное, не хотела... Вы имейте в виду, F9 посмотреть, как формула работает. Давайте попробуем. Давайте. Так. Что у нас получается? С пробелчиком впереди. Да. Как вариант. Просто здесь хорошо, если два пробела везде. Можно было убрать. Давайте сделаем. Итак. Вот в этом диапазончике. Control H. Найти два пробела. Заменить на один. Заменить всем. На две замены. Вот эти две позиции было. Да. Это было самое простое. Но просто не факт, что... Так. У меня, по-моему, тут какая-то вообще глюк какой-то. Смотрите. Он не заменился. Такое ощущение, что здесь какой-то некорректный пробел. Так. Ну ладно. Давайте не будем на это обращать сейчас внимание. Надо будет мне подумать. Возможно, я откуда-то скопировала и вставила. Совершенно верно. Вот. Можно потом попробовать еще просто функцию. Найти два пробела. Именно функции. Посмотреть. Если нет, то это откуда-то скопированный текст был. Возможно, там пробел необычный для нашего Excel. Да. Да. Совершенно верно. Итак. Непечатаемые символы. Можно только Светлану в Word. То есть через Word. Итак, что мы с вами посмотрели. Мы сначала нашли запятую. Потом поняли, что нам после запятой еще пробел нужно убрать. Затем доработали функции длина строки. Количество символов минус лишнее слева. И функцию прав сим дописали опять же снаружи. Таким образом мы как бы получили нужные нам результаты. За исключением вот этой какой-то проблемной части. Ну и остается еще один, третий способ. Лишний символ. Давайте посмотрим. Да. Видите, работает. То есть обычные пробелы нормально воспринимаются этой формулой. Итак, есть еще одна интересная, как бы, печь символ, да, спечатать. Есть интересная задача. Вот у меня есть какие-то три ячейки, на основе которых нужно собрать вот такой текст. Что интересного? Ну, во-первых, вот это слово «этагон» можно взять из вот этой ячейки, но нам нужно будет сделать так, чтобы это слово было напечатано с большой буквы, но, соответственно, все остальные буквы остались маленькими. Значит, здесь мы должны применить функцию, которая называется «пропнач». Прописная начальная в английской версии – это функция «пропер» или «пропа». Дальше. Вот эта частичка – это, как бы, постоянный текст, который нужно будет внести вручную. Для того, чтобы… Сейчас немножко отвлекусь. Для того, чтобы написать формулу с нуля или принцип, способ, цепочка, нужно сначала проанализировать ситуацию и затем просто начать писать формулу подряд. Дальше. Что такое 2 июля 2021 года? Это дата, которая находится в ячейке А1. Там у меня написана функция «сегодня», то есть можно и функцию «сегодня» подключить, то есть на сегодняшний день. Только забита она у нас в определенном формате, не в том, в котором в ячейке А1. Далее. Снова повторяющийся текст «прибыль составляет» и дальше. Дальше у нас числовое значение. Кто-то у нас микрофончик подключил. Числовое значение вот из этой ячейки, и оно тоже в другом формате. Но первое, что мы должны с вами понять, мы здесь с вами используем функцию «сцепить» или «значок амперсанда», которые будут склеивать наши значения из ячеек. Я люблю пользоваться амперсантом, не функцией «сцепить», потому что знаю, что в некоторых случаях функция «сцепить» может не сработать. Поэтому мы берем с вами прописную начальную из ячейки А4. Поэтому проп – нач, проп – нач, ячейка с текстом А4. Можно прям пойти пошагово, то есть посмотреть, что получилось слово «этагон». Дальше к этому слову… Екатерине, если будет интересно, я расскажу. К этому слову мы должны приклеить… Значок амперсанда используется, английская раскладка «шифт-7». Текст, который пишется в кавычках «пробел на пробел». Кавычку закрываем. Опять же, если интересно, получается вот такое значение. Теперь нам нужно взять вот эту ячейку. И если мы поставим с вами значок амперсанда и просто щелкнем по ячейке. Ну как же, здесь склеивалось, здесь тоже можно. Мы получим с вами вот такой результат. Происходит это потому, что, когда мы проводим процесс сборки, сцепки, ячейки с датами, они приходят, и с числами, они приходят в общем формате. А в общем формате наша дата выглядит вот так. Поэтому здесь мы должны подтянуть некую функцию. Я пока ее писать не буду. Функция называется «текст». У нее два аргумента. Текст – ячейка, которую мы должны подцепить, и в каком формате. И вот здесь что мы должны знать? Мы должны знать, в каком формате мы эту дату должны представить. На третьем уровне Excel мы рассматриваем пользовательские форматы. И дата вот в таком виде, она у нас выглядит как две буквы «Д», две буквы «М», четыре буквы «Г» через точку. То есть это наш стандартный формат даты, который вот таким вот образом представлен. Но нам нужна немножко другая. Подсмотреть формат очень просто. Вы встаете в ячейку, идете в формат даты. Мне нужно будет вот такое форматирование 2 июля 2021 года. Я его выбираю в списке, а потом заглядываю во все форматы. И вот здесь можно подсмотреть кодировку, которая выглядит не очень обычно. Поэтому я ее не буду сейчас вам описывать. Выделяю, копирую. Секундочку, не то сделала. И этот формат мне нужно будет вставить в функцию. То есть можно хитрить немножко. Итак, смотри, что мы делаем. Мы вместо А1. Так, сейчас, наверное, поставлю, чтобы копирование прошло хорошо. Точка с запятой, кавычка, вот этот формат кавычка. То есть функция текста преобразовывает число стоящей в ячейке А1 вот в такой формат. Вот это сисдейт говорит о том, что у нас дата будет прописан, месяц будет прописан в родительском падеже. Четыре буквы Д. Говорят о том, что... А, ну да, вот это у нас... Вот это у нас говорит о том, что у нас будет проводиться родительский падеж по месяцу. Так, закрываю скобочку, завершаю, смотрим на результат. На 2 июля 2021 года. Теперь нам нужно дописать вот эту вот фразу. Прибыль составляет... На самом деле формула у меня уже написана, но будет, если интересно, посмотрите. Итак, снова значок амперсан доставлю. Так, кавычку открываю, дописываем текст. Главное, чтобы опять лишних пробелов. Но нет, хорошо составляет пробел. Вот такую фразу. И остается написать вот это число опять же в другом формате. Поэтому, первое, стою в ячейку, иду в числовые форматы. Это у меня будет денежный формат с рублями. Перехожу во все форматы, копирую код формата. Дальше дописываю нашу формулу значком амперсанда. Должны сейчас догадаться, что будет функция текст, которая берет значение из ячейки B4, точка с запятой, и в кавычках я вставляю тот формат, который скопировала. В этом формате у нас говорится о том, что решетка, пробел две решетки, говорит о том, что у нас будет число разбиваться на группы разрядов. Текст, ячейка B4, точка с запятой, кавычка, и вставляю формат. 0,00 говорит о том, что это дробное число с изображением двух знаков после запятой, ну и вот эта кодировка рубля, которую с клавиатуры не написать. Так, кавычку закрыли, скобку закрыли, смотрим на результат. Вот такая интересная у нас формула получилась с необычными форматами. Ну и, как я уже сказала, это у нас с вами метод цепочка. Пошагово дописываем, дописываем, следующие шажки. Значит, на вопрос, где функция сцепить не работает, Екатерина, да, ваш? Значит, функция сцепить, она не работает в формулах массивов. То есть она может ячейку склеить с ячейкой, склеить с ячейкой, но не может, допустим, столбец склеить со столбцом. На третьем уровне мы рассматриваем формулы, которые усовершенствуют работу ВПРа. То есть как, допустим, из двух критериев собрать единый ключ, по которому можно будет найти информацию. И вот там рассматриваются формулы массива, и функции сцепить там работать не будет. Вот. Как вариант. Итак, значит, мы с вами посмотрели три способа написания формулы. Еще раз пазл собери из нескольких промежуточных. Формулу единую оберни конфетку или снежный ком. То есть доработай новыми функциями полученный результат. Ну и цепочка, когда один за другим мы с вами вписываем новые значения. Вот. Если есть вопросы, можете пока продумать их и написать в чат. Вот. А мы с вами немножко продолжим нашу презентацию. Так. Кто-то у нас из менеджеров должны к нам были подключиться. Если вы с нами, расскажите. Кому дать слово? Так. Есть? Нет? С нами менеджеры наши. Так. Не вижу, не слышу. Ну ладно. Придется самой. Так. Давайте досмотрим. Так. Как я уже сказала, большинство из формул мы и функции мы рассматриваем на втором уровне Excel. Кто-то на этом курсе уже был, кто-то еще не был, может быть, собирается. Вот. Приглашаем, потому что, во-первых, это сертифицированный курс от Microsoft. Вы получите дополнительный еще сертификат майкрософтовский. Стоит этот курс 10750 онлайн, то есть по системе вебинара. Да, Артем, помню. Курс супер. Вот. Очная. Это 11990. Ну, если, конечно, у вас нет каких-то своих персональных скидок, они, естественно, будут действовать. Длится курс 16 часов, это либо 2 дня по 8 часов академических. Или 4 дня, 4 вечера. В восторге. Спасибо, Оксана. Вот. Повышение квалификации мы выдаем, если вы даете нам дипломы свои. Стартуем, как я уже говорила, если вместе со мной 8 или 19 июля. И наш курс уровень 2 входит в несколько комплексных программ. Вы здесь также в презентации видите, это эксперт. Первый, второй, третий уровень. Расширенные возможности анализа второй плюс третий. Специалист Excel и Power BI. Это у нас с вами второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Смотрите, сколько у нас уровней Excel идет. Ну, и специалист по анализу и визуализации. Это второй, третий и шестой Excel. Power BI интересно было. Ну, смотрите, Power BI мы здесь рассматриваем на программе Power BI для десктоп-версии. Ну, то есть установленная на компьютере. И она больше у нас склоняется именно к тем, кто работает в Excel. То есть дружелюбная такая, к Excel-щикам. Вот, вообще Power BI, конечно, основывается на базах данных и все остальное. То есть это уже более серьезные вещи. Но такая стартовая площадка – это хорошая штука. Обучение у нас очное, очно-заочное, индивидуальное, открытые, вебинары там и так далее. Многие уже из вас в курсе. Вот, есть еще открытое обучение, тоже неплохой вариант обучения. Там либо дома сидите, либо приходите к нам, слушайте лекции, которые проводились в обычных очных группах. В своем темпе работаете с преподавателем. Можете в любой момент времени преподавателя подозвать и, соответственно, задать вопросы. Вот, неплохой вариант, если вам нужно работать именно в своем темпе, не ориентироваться на всех остальных. Записи будут у вас на долгое время. Ну и, если остались вопросы, задавайте. Помните, что запись появится на Специалист ТВ. Нужно будет там посмотреть. Ну и про личные кабинеты не забывайте. Возможно, там тоже будет ссылочка. Спасибо, Артем. Спасибо, Алексей, Елизавета. Вопросов нет пока. Так, я вам обещала ссылочку на этот файл. Вот, как бы...